Что происходит с макулатурой, которую сдают дошколята? Об этом мальчикам и девочкам на экологическом уроке рассказал эксперт отхода сортирующей компании. Кроме того, ребятам объяснили, что такое целлюлоза. Из нее состоит не только древесина, но и волокна хлопчатника. Знакомим, что это такие природные ниточки, которые бывают очень длинные. И если длину нити целлюлозы сохранить, тогда ее можно переработать до 16 раз. Но с каждой переработкой нить целлюлозы крошится. Полученные знания дошколята закрепили на практике. В игровой форме учились правильно сортировать макулатуру. Ко всероссийской акции «Бумбатл» детский сад номер 9 присоединился в октябре. Мне помогали собирать мама и папа. И я принес картонные ненужные вещи. Макулатуру мы собираем, чтобы на фабрике делать из них другие бумажные изделия. Так мы захороняем деревья и природу. Старые книги, коробки, журналы, рисунки, открытки. Макулатуру мальчики и девочки приносили от 500 грамм до 15 килограмм. В группах собирали дети с таким ажиотажем, несли. У нас был соревновательный момент. По условиям экологической акции участникам необходимо зарегистрироваться на сайте boombattle.rf, загрузить фотографии собранной макулатуры и оформить необходимые документы. При сдаче макулатуры участники всероссийской акции «Бумбатл» соблюдают определенные требования. В отходы сортирующую компанию не принимают обои, чеки, кассеты из-под яиц, так как в них находится целлюлоза низкого качества. Также нельзя сдавать макулатуру, загрязненную пищевыми отходами, пластилином и клеем. По предварительным итогам Татарстан пока находится в лидерах. Жители республики уже собрали 36 тонн макулатуры. Всероссийская акция «Бумбатл» продлится до 15 ноября. Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, Новости, Набережные Челны.